закончил за последний на памяти роман всем привет если чё еще не дотренировалась поэтому буду и в эфире сидеть и тренироваться одновременно классно влюбила давай соня давай тоже отжимайся я помню кто отжимаешься где крис крестьян смотрит я как раз чуть потренируюсь внешнадо это будет записывать тренировку и разговаривать так в таиланде я буду мы будем до 12 числа прекрасный ольга спасибо тяжело вот мне надо да нарабатывается выносливость потому что разговаривать и тренироваться это сложно варя привет всем привет когда улетаете 18 числа на три недели вы сейчас таиланде пока к сожалению нет ждем отлета 18 февраля улетаем о запиши тренировки буду записывать также буду делать групповые тренировки онлайн недорогие какие-нибудь не знаю рублей по 200 по 300 просто буду приглашать какое-то ограниченное количество людей на одну тренировку мотивировать и разъебывать я отжалась красава привет всем привет нато привет ты начинала с домашних тренировок или сразу пошла в зал да я начинала с домашних потому что ну я не знаю наверно у всех есть какой-то комплекс типа аля блин а если кто-то на меня посмотрит а я буду технически неправильно выполнять упражнения вот и у меня было абсолютно то же самое поэтому я начала с домашних не знаю в зал хожу вообще априори очень редко раньше у меня была мотивация тренироваться только в зале сейчас я могу и с домашними тренировками охуенно выглядеть просто надо знать знать как правильно куда упор деть на что привет всем привет планируешь второй рукав забивать нет у меня будет только один рукав и одна нога забита все остальное будут небольшие тренировки хочу сказать небольшие татуировки ты так куда я куда тебе еще не надо подсушиться чтобы был рельефчик прессик до эфир сохранил когда рукав добьешь ой мой мастер приезжает уже точно вернулся в москву вот 7 числа иду в домашних тренировках будет результат или лучше зал если вы худенький если вы не скажу худенькие да но если у вас нет прям сильных проблем с весом ну допустим если у вас метр семьдесят рост и вы шестьдесят восемь шестьдесят девять семьдесят вот это все можно легко скинуть дома но нужно подключать кардио тренировки то есть быстрый шаг не прогулочная быстрый шаг по улице час полтора два и плюс интенсивные тренировки потому что если вы похудеете если вы похудеете только допустим на питание и вы отгребнете если вы будете худеть только кардио тренировками тоже это не очень красиво будет потому что у вас не будут активированы мышцы в таких интенсивных круговых домашних тренировках работают мелкие мышцы поэтому но для девушки мне кажется так красивее сколько ты весишь сейчас я вешу 64 приросте 175 ты только тренировку провела или что нет тренировку я пока не проводила просто делаю и к вам сюда зашла я похудела на 3-4 килограмма с меня начали спадать штаны да это нормально оль покажи какие у тебя весы чтобы к телефону подключались вот такие называются пикус да ну нафиг уже 2 килограмма скинула почти охуеть за два дня за три вот это я львица конечно позови крис крис делает ой делает господи смотрит сыревал кто тебя мотивирует я сама себя мотивирую ну и марафон тоже меня мотивирует когда создаю что-то не это мотивирует я про создание а не разрушение росту 76 здесь 54 говорят это не очень нормально но это да не очень классненько если вес 78 роста 74 лучше взял или дома просто при условии я когда умеет у меня 175 рост и весила я максимуму под 80 в этом случае нужно понимать что кардио тренировок должно быть много то есть помимо того что обязательно питание соблюдать досконально то обязательно кардио тренировки то есть на силовых ты не избавишься от жира нужно кардио а их как правило не любят потому что они сложнее ребят главное чтобы вам комфортно было вот я тоже да за комфорт для кого-то там и в весе 100 нормально а для кого-то нет вон у наташи гончаровой посмотрите какая самооценка все у нее нормально ребят это все индивидуально вот смотрите я при росте 175 262 но я при 65 даже хорошо выгляжу потому что у меня правда тяжелые кости у меня широкие плечи широкие бедра то есть их много костей поэтому я вешу больше зато грудь потом уйдет это не очень вот я могу сказать о том что я когда весила под 80 у меня был четвертый или пятый размер груди и первый раз я похудела чисто исключительно на питание то есть я вообще не занималась спортом на питание и кардио тренировки вот у меня было плохое качество кожи и у меня немного повисла грудь вот потом я набрала все килограммы обратно начала худеть но активно заниматься спортом и основной уклон сделала на грудные мышцы вот и грудь подтянулась за счет грудных мышц и игру сейчас у меня выглядит отлично вот грудная мышца вот здесь когда грудная мышца работает поэтому но если у вас там грудь не знаю 6 7 размера то да конечно не повиснут и придется чуть-чуть вмешиваться хирургически можно похудеть чисто на питании конечно похудение это дефицит калорий то есть если там норма средняя калорий в день съедает там 1700 1600 то нужно там ограничить себя на 1400 1300 вот тогда у вас организм будет расходовать энергию которая есть вашем организме то есть энергия это калории и энергия это ваш жир скажем так вот организму когда вот допустим когда вы пытаетесь норма ваша 1800 но вы съели 1300 организму нужно чем-то питаться для того чтобы вы двигались для того чтобы вы делали что-то вот и организм понимаю что ему неоткуда взять поэтому он берет из запасов организма запас организма это вот как раз таки жир который нам не нужен оля спортик молодец не спилась после проекта после проекта у меня был переломный момент когда я злоупотребляла алкоголем я это не скрываю но она вовремя взяла себя в ручки и слава богу двигаюсь в правильном направлении а ты бегаешь на данный момент и не бегаю потому что для меня на беговой дорожке для меня слишком легко бегать раньше я даже на беговой не могла вот сейчас мне скучно и легко поэтому я жду когда я смогу бегать по улице что-то у нас эфир прям эфир прям про спорт и зож вообще не пьешь алкоголь а знаете вот когда запускала первые потоки марафона я стала слишком пытаться идеализировать все здорово здоровый образ жизни стала немного фанатиком вот и тогда я не употребляла не алкоголь не курила не сигареты ничего вот на данный момент я не вижу ничего страшного чтобы выпить там винишко я люблю вино потому что она самая безопасная для фигуры самая менее калорийная вот я иногда могу выпить вина если мы сидим в какой-то приятной компании да вполне но вы должны понимать если допустим да если речь идет о человеке который у которого нет еще пока четко поставленной цели либо четкого понимания и четкой веры в себя что вот ты дойдешь до результата тогда конечно нужно полностью ограничивать себя от сигарет от выпивки потому что это будет сбивать пути куришь я курю сигареты да когда выпью ну и все наверное курилки да есть у меня такой грешок я не просто все не могут закончится у меня пахать и и валяется штук 7 наверное и вот я сказала что я когда их закончу выкину и оставлю их потому что весь этот глицерин который в курилке остается на легких как думаешь с моим выгодно я столкнулась с самым когда я запускал как раз таки марафон ко мне были прикреплены сценаристы по stories для того чтобы они доносили доносили ценность моего продукта вот и тогда я начала внедряться научилась вести блог у меня не падают охваты потому что я знаю как правильно вести stories для того чтобы это выглядело интересно смм вот если мы говорим о профессии самым специалист наверное выгоднее продвигать себя то есть ты ни на чем никогда не заработаешь больше чем ты заработаешь на себе вот я бы вела бы личные аккаунты точнее аккаунты специалистов каких-то вот я консультировала фотографов нескольких личное ведение аккаунта стоит 50 тысяч в месяц вот но максимум который я смогу взять на себя это два аккаунта то есть 100 тысяч в месяц все остальное для меня будет слишком энергозатратно то есть мне не рентабельно это делать потому что так если я зарабатываю там 200 300 в месяц тратить много энергии на 100 тысяч меня просто нерационально мне легче бегать дома на беговой дорожке смотреть какой-то видосик на улице не могу сразу отвлекаясь на собак индивидуально я не могу смотреть какие-то видосы я просто для меня бег это как медитация то есть своих мыслях покопаться о чем-то подумать какие сериалы может посветать слушайте редко смотрю сериалы вот с крис начала и до этого смотрела бумажный дом мой самый любимый сериал острые козырьки господи где драконы как называется игра престолов и вот сейчас смотрим черную любовь нравится нам почему сняла кольцо от крис он у меня обижается там камушек она мне немного большевата и камушек он цепляется об одежду вот поэтому дома и когда я сплю я снимаю кольцо с какими проблемами спорте ты сталкивалась проблема когда нет понимания для чего ты делаешь какие-то тренировки для чего ты что-то ешь вот я стараюсь стараюсь крис да конечно яблочко можно вот я стараюсь крис приобщить к тому чтобы она научилась и понимала для чего она что кушает он пока не хочет но без понимания нет интереса вот поэтому когда я не понимала какое упражнение для чего делаю какие мышцы включить как мысленно их включить вот вот эти самые основные проблемы наверное на либо когда вот у меня и на марафоне тоже всегда рассказываю девочкам когда вы начинаете путь последуете этом правилам питания тренировок там первую неделю могут уйти там вплоть до трех килограмм вот а потом вес встанет потому что первое что уходит это вода из организма вода из организма в организме задерживается из сахара большого количества соли углеводов глютена вот а как только вы избавляетесь потом начинается жиротопка а жиротопка это самое не самое ладно похудеть намного легче чем накачаться поэтому всегда говорю что не нужно сдаваться на этом моменте нужно наоборот пахать как попасть на марафон марафон девочки будет у меня в середине февраля но ориентируйтесь на середину и наконец вот я думаю что запуск будет с 20 по 26 число примерно в эти дни уже он пойдет купить можно будет до этого числа где-то неделю будет открыты продажи советую посмотреть турецкий фильм фильм постучись мою дверь мы смотрели сериал постучись мою дверь и очень долго там все происходит если в этом сериале черная любовь здесь все происходит на одном дыхании можно весь сериал посмотреть очень быстро все живот убрать возможно дома да да можно конечно я вам еще раз объясню живот проблемные зоны не убираются не какими-то упражнениями физическими она убирается питанием и кардио тренировками то есть нельзя жир убрать из одной зоны можно его убрать только из всего тела просто у всех по-разному не да я уже все что делать если стыдно бегать по улице честно я вообще никогда этого не понимала мне вот девочка ведет про меня фан аккаунт тоже была у меня на марафоне и она говорит мне стыдно бежать у нас на преображенской площади где мы живем есть парк я вот в нем бегаю вокруг пруда и там полненькая девочка начинала бегать вот я смотрю думаю пипец она красотка то есть нормальных здравомыслящих людей которые не вот эти диванные критики которые лишь бы все обосрать которые нихуя сами со своей жизни не делают они на любого человека на полненького в зал который придет либо будет бежать они подумают у красотка вот поэтому тут нужно только работать с мышлением и попробовать себя поставить на место этого человека который будет на тебя смотреть то есть чтобы ты подумал о том о бегущем человеке что я просто бегу и всем говорю привет привет махаю морга все улыбаются тоже в ответ но мы бегуны мы друг друга уже знаем лицо тут на преображенке и наоборот отдаем респект великолепный век посмотрите не пожалеете я смотрела его когда работала няней вот но я не особо любитель сериалов слишком засасывает и много времени тратишь почему бы вам не открыть youtube канала не дублировать туда тренировки я думала об этом но честно говоря хочется как-то все-таки монетизировать свои знания поэтому я как раз таки и буду делать в телеграме онлайн тренировки но они просто будут очень дешевые но за счет того что там будут приходить туда 10-15 человек я буду окупать свою энергию назовем это так а у вас будет мотивация потому что потому что вы за это заплатили деньги это всегда работающая тема как там винты у крис нормально у нас нет поблизости парков что посоветуешь делать я советую не бегать по асфальту потому что вот когда вы наступаете на землю точнее как идет прыжок верно то есть вы ударяете не поставила на паузу то есть вы ударяетесь и не пружинится нога и поэтому работает сустав колена то есть вы можете его повредить а если мы говорим о каком-то покрытие резиновом то здесь идет толчок более мягкий и сустав не никак не травмируется не понятно что что все равно идет какое-то какое-то движение на став но не такое опасное ловушки чего ты зайчик не думали насчет подкастов вот мне мой друг предлагал подкасты но мы пока еще думаю о не значит оля и крис почему таки офигенно спасибо за вашу энергию нереальные помните об этом всегда спасибо большое салам алейкум громуч салам гром какой сезон пацанок тебе нравится больше всего если смотреть по персонажам и по развитию всего то 3 если по количеству интересных персон нет 3 наверно вообще такой искренне довольно там видно старания девочек искренность вот седьмой сезон по участницам нравится больше всего но повторюсь что это уже шоу и она потеряла давно сам смысл исправления кексадр кексайдр привет что-то откуда ты вернулась из подвала вылезла привет вы в питер приедете ой по любому я хочу вернуться туда только для того чтобы сходить в ресторан там я попробовала самый вкусный коктейль в своей жизни вот если не брать вино из алкогольных напитков я люблю такие терпкие травяные крепкие напитки вот я люблю гермайстр пехеровку но люблю коктейли такие вот я там попробовал очень вкусный ребята я уговариваю замутить подкасты мы с ними сможем раскачать любого героя вот-вот но хочется монетизировать это и сейчас мы как раз нашли способ который возможно поможет нам это мы монетизировать ого что-то я пропустила и вы знаете что у крис магазин свой откуда в общем скажу вам у нас давно закрылись бершки зары полумбиры на их даже вот и у крис из другой страны привозят оригинал этих товаров и ровно в 00 по мск у нее будет день рождения магазина и целых пять дней продлятся скидки очень хорошие скидки от скольки до скольки процентов от 60 она джинсы будет скидки не черных нету закончились свежая а на них не будет короче от 60 процентов скидки вышел с ума сошли а ты распродаешь эти товары и закупаешься но по новой да только через монетизацию иначе никак все в пизду мы наигрались уже за идею я думаю что любой труд должен оплачиваться магазин ее называется айк можете перейти перейти к ней в инстаграм в шапке профиля у нее ссылка на ее магазин а в телеграме вы найдете в закрепах ссылку на магазин она зайчик дает тапочек под лобок положу этому что давай вы только по россии до отсылается а беларусь они же наши друзья а дорого все где нет ребят кристи привет от грома я тоже салам ребят другие страны не отправляют потому что вроде бы там очень дорогая доставка а кто ведет аккаунт с магазином у нее как просто менеджер участвует девочка и и знакомая не то ли учились вместе то ли хер его знает вот которые находятся в другой стране как раз таки а о них никто не знает вот но конкретно видением никто не занимается чтобы раскручивать там разверчивать пока что но крис да естественно у тебя татуировка с твоей фоткой нет татуировка риски на риски на лицо не хотела заказать я в турцию да в турции вот и сама может он всего накупить общаешься с дашей громовой нам с дашкой то у нас нет особо общих тем нет мы не в конфликте ни в каком вот общение плотного не поддерживает так периодически будешь открывать с похудения марафон да разумеется я буду покупать ой покупать продлевать марафон мог просто таки занимаюсь общаешься с мамой да с мамой мы общаемся тоже не так часто но я думаю чем реже ты общаешься с мамой тем лучше у тебя с ней отношения будешь скидываться тихо и на лечение с кем скидываться мы уже как-то устраивали и фан встречу благотворительную где благополучно собрали достаточное количество денег помогли возможно что-то далее и отправлю я просто еще не видела что там произошло сохрани эфир просто обязательно сохраню где брала костюм ой девочки как-то рекламировали у меня нравится знаете что что тут жопка подчеркивается что носки все шерстины ну короче ладно сейчас и встану короче он такой с пуш-апом немножечко ты поедешь с крис в казахстан нет в казахстан крис едет сама самая хреновая что я была ваша косметолога и мы вкололи мне филлеров чуть-чуть для корректировки моего лица и мне нельзя заниматься теперь две недели спортом активным кардио спортом и также загорать в солярии а я очень хочу что делать не знаю ты прекрасно спасибо привет всем привет сколько у вас времени у нас 2142 сейчас я с вами чуть доболтаю минут 10-15 допренируюсь да девчонки марафоны будут очень много людей спрашивают я уже даже короче об этом даже говорить не надо вы сами видите что про марафон спрашивают марафон востребованный поэтому конечно будет и это наверное то что я люблю то что я умею это мотивировать и помогать похудеть ну чё там результаты вы сами видели если не видели можете зайти в мои актуальные истории называется результаты привет вода бред у меня прибеги сводят судороги чем свету заменить а судороги где у тебя сводят так второе место нам спавленко девчонки если вы еще не срывались бы занимались как следует исследовали всем 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 ну саша вот ты вот точно бы охуенный результат показала потому что у тебя хорошая мышечная память я этот все варвара хоть не выиграет в этот раз марафон потому что она будет она не будет на марафоне вот он доела все места забрать пульс 130 но при обычном видео не норм нормальный пульс у каждого свой конечно но я не знаю у меня он при обычной жизни 94 95 если я сплю наверное на 60 может при самый хороший пульс для жиросжигания 140 но я люблю по жести поэтому для меня супер 160 170 это как раз пиковый пульс в моем возрасте для жиросжигания если больше 170 тогда это уже риски баре да не сможешь занять третье место опять будет либо 2 либо 3 более с нашим запалом расскажи подробнее про марафон марафон у нас мы выкладываем уроки а именно тренировки на площадку на сайт на гет курс у нас есть три эфира с нутрициологом два или три в зависимости от необходимости если все там кушают эту информацию которая дает нутрициолог за два эфира тогда этого достаточно а там дальше я отвечаю на вопросы если они возникают нутрициолог проводит эфир по питанию вы понимаете не понимаете что можно что нельзя если сомневаетесь в своем питании что вы кушаете вы кидаете и спрашиваете а можно или нельзя вот так же скидывать отчеты по питанию каждый день завтрак обед ужин и вы боретесь самое главное за призы но для меня по крайней мере это самое главное я считаю что больше всего замотивировать можно деньгами поэтому у нас на марафоне три места третье место получает 15 тысяч рублей второе место 30 тысяч рублей первое место 50 тысяч рублей как определяется это место вы все кидаете свои до в начале марафона и после после окончания марафона обязательно в одинаковом ракурсе я даю кодовое какое-то либо слово либо значок который вы пишете на листочке чтобы никто не поделал свои результаты вот ему я выкладываю stories результаты одни из лучших и дальше подписчики выбирают какое место возьмете это может быть как с лицом ваши фотографии так и без лица потому что кто-то может постесняться да на такую аудиторию выложить свои результаты кто-то наоборот хочет похвастаться и выгнется поэтому со своим лицом отправляют фотографии я бы наверно тоже с лицом бы отправила потому что я знаю каких результатов я могу достигать умеешь на шпагат садиться я нет так рада что больше не хейтят как так раньше да мне насрать честно а сколько стоит марафон ой в зависимости от тарифа есть вообще у нас обычно три тарифа есть базовый где вы получаете питание и тренировки по-моему средний тариф нам еще обсудим это есть средний тариф где вы получаете доступ в чат то есть чтобы отвечали на вопросы помогли все эфиры мотивационные вы будете смотреть участвовать мотивационных эфирах и есть третий тариф где вы как раз таки сможете бороться за призы он стоит 3000 рублей, то есть это возможность бороться за призы и также доступ в чат, к мотивационным эфирам. Растяжка же тоже важна, с пластичным телом легче упражнения делать. Разумеется, да, я сейчас делаю растяжку, просто я, во-первых, у меня были перерывы конкретные от спорта, вот, поэтому чуть-чуть дочуганила, но да, я растягиваюсь. А можно с 7 или тариф? Вот, кстати, да, делаю такие тарифы, но не знаю, думаю, нет. Не будем. Ты сладкоежка? Да, я обожаю сладкое. К сожалению. Но не то, чтобы прям сладкое, я обожаю, я люблю медовики, я обожаю пп-сладости, батончики всякие, пп-брауни обожаю, конфетки какие-нибудь, чупа-чупсы люблю с жвачкой. Оля, от каких нагрузок можно больше скинуть вес? Кардио, тренировки. Кардио. Это бег, либо интенсивная тренировка без остановки, где ваш пульс не будет понижаться. Какие-то БАДы принимаешь? Нет, БАДы я не принимаю. Поскольку я там не собираюсь выступать в фитнес-бикини, или я не делаю никаких серьезных нагрузок, которые могут мне повредить, либо нужно как-то усилить результат, мне БАДы нет необходимости принимать. У меня здоровый организм, который справляется с теми нагрузками, которые я ему даю. Оля, твой город это Ростов-на-Дону или Москва? Я обожаю Ростов-на-Дону, люблю свой город. Очень много воспоминаний там, и хороших, и плохих. Ростов меня притягивает людьми, потому что... Ну, у нас я выросла в таких компаниях, где в приоритете какие-то ценности, ценности, принципы. Вот, в Москве их меньше, по понятным причинам, тут все больше хотят развиваться, как-то переступать, идти по головам, поэтому тут немного отталкивает это. Но, естественно, здесь больше развития, поэтому Москва, безусловно, привлекает. Интересно, я смогу подготовиться к фитнес-бикини? Я, слава богу, уже не фанатик, поэтому я думаю, я не стану. Хотя, кто его знает? Просто я... Оль, как похудеть при анорексии? Такие вопросы задаете, господи? Я просто скорость хочу рожать, поэтому мне фитнес-бикини точно не надо. Фитнес-бикини — это не равно здоровье, поэтому... Места на марафоне ограничены? Да, конечно, ограниченные места. Я думаю, что на этот марафон я возьму максимум... В общем, смотрите, у меня на прошлом марафоне и на позы прошлом было по 150 человек. Но охваты у меня были в три раза меньше, чем сейчас. То есть, если у меня охваты в три раза больше, то мест, получается, захотят 450 человек. Но 450 — это очень дохера. Я не смогу за всеми уследить, у нас куратор не сможет за всеми следить, поэтому, да, ограниченные места будут. Это 300 человек. Из этих трех став вам сразу скажу, человек 70 вообще не дойдет до марафона. Они либо забудут, что купили этот марафон, либо не захотят, либо подумают, что они уезжают в отпуск, и им это не нужно. У нас остается 230 человек. Еще процентов 30-40 не дойдут до конца. Вот, и у нас останется человек 70-80, которые будут работать над собой. Мотивация — это такое дело, это дело индивидуальное, и не всем достаточно пинка под жопу или купить себе доступ к фитнес-марафону. Оля, ты на фитнес-ты училась на курсах каких-то? Вообще, я просто занимаюсь фитнесом уже лет 5-6, с какими-то перерывами, да, там бывало год, был перерыв. Училась по YouTube-каналу, также была на фитнес-марафонах на различных, там у Лерчик, у Сазонник, кто у нас там еще. Короче, была почти на всех фитнес-марафонах. Вот, потом я сама начала снимать фитнес-марафон, но у меня был тренер, то есть тренер с огромным стажем. Вот, получается, я в общей сложности была с тренером на 50 тренировках, наверное, где-то, 40 тренировок, может, в мою жизнь было с тренером. Вот, и я поняла, что я имею все знания для того, чтобы обучать этому, но, естественно, мне понадобится сертификат, который доказывает, что я сертифицированный специалист. Поэтому я пошла учиться на тренера, и вот скоро я буду сдавать экзамен. И получу как раз сертификат. Далее я пойду учиться на диплом, чтобы у меня был диплом. Я буду дипломированным специалистом. Это точно. У меня мать так хотела купить у Лерчика марафон, но я сказала, ну, купишь ты, и чего? Только деньги потратишь. Просто в более масштабных марафонах, таких как у Лерчик, там серьёзнее призы. Вот, там машины, там миллионы. Но ещё, да, допустим, если вы ко мне приходите, и будет 300 человек, из них замотивированные будут только 60 человек, представьте, какая возможность у вас будет всех победить и выиграть 50 тысяч рублей. То есть намного больше вероятность, чем вы будете бороться с пятью тысячами человек, и, возможно, вы что-то выиграете. Просто я ходила к ней на марафон конкретно из-за призов, но потом я смотрела на себя в зеркало и благодарила себя за всю проделанную работу. Но приза я никакого места так и не получила. Потому что я думаю, что когда идёт речь там о Мерседесе за 7 миллионов, то люди идут там, вкачивают себе филлеры в задницу, в мышцы, для того, чтобы приобрести форму, колют телеполитики, для того, чтобы избавиться от жировой прослойки. Вот, и выигрывают там не совсем честно. А доказать же это невозможно. Как вы с Крис начали жить вместе? На проекте. Вышли за проект, я поехала домой в Ростов, потому что меня выгнали раньше времени, хочу напомнить. Потом Крис вышла за пределы проекта, приехала в Ростов и сказала, мы едем в Москву. И я сказала, детка, с тобой хоть на край света. О, 300 рублей мне кинула Юлия Артёмовна. Спасибо большое, мне очень приятно. Вот Варвара пишет, что в твоём марафоне кайф, что он камерный, и каждый участник получает отдачу. А на более массовых марафонах ты просто теряешься в стаде. Вот, спасибо, Варя. Оля, в твоём марафоне есть ограничения по возрасту? До этого я ограничения не делала, но я думаю, мы видим ограничения. Просто есть, вот да, я всегда ставлю в пример Жанет, 14-летнюю девочку, которая похудела уже, не буду врать, но килограмм 15-17, мне кажется, она уже скинула. Ну, то есть, там результаты пиздец. И она подходит к этому грамотно. Это фан-аккаунт мой изначально был. Вот, я с ней когда общалась, я не думала, что ей 14 лет, я думала, ей 20-21. Вот, таких 14-летних девочек я жду с распростёртыми объятиями, с которыми я понимаю, что не будет проблем, которые не будут всё буквально принимать, которые будут задавать миллион вопросов для того, чтобы не допустить ошибок в питании, и не получить РПП. Вот, и есть такие девочки, которые приходят просто там пообщаться со мной, да, там в эфиры подключиться. Вот, таких я не хочу видеть в своём эфире. Ой, в эфире, в марафоне. Для этого у меня есть Инстаграм, прямой эфир, куда они могут написать. Мы пообщаемся, в директе я зачастую отвечаю. Вот, поэтому для этого есть отведённое для этого время. Марафоны – это более что-то такое серьёзное, хотя там мы тоже будем шутить, смеяться, мотивировать. Но очень хочется видеть людей, которые пришли конкретно за изменениями. Как замотивировать себя к похудению без поддержки кого-то? Поставить чётко цель. Чётко понимать, для чего ты будешь худеть. Для чего? Вот я, когда начинала худеть, у меня была тема, мы ходили на работу, я начала работать старшим специалистом, и на фоне стресса я начала очень много есть. Прям очень много. По 10 булок в день могла съесть. Вот эти вот бесконечные арахисы, знаете, вкусные такие, их жрала. А там у нас на работе стояли автоматы, где продаются сникерсы, кока-колы и так далее. И я это всё в безграничном количестве пихала в топку. В итоге Лариса была что-то там килограмм 56, а я уже была 72. И мне всё подходили, говорят, а что Лариса худая, а ты нет? Слушай, Лариса так похудела, а ты так разжирела. О, слушай, а что ты не похудеешь? Я им, естественно, отвечала, как, о, хуя вообще, это не ваше дело, отъебитесь от меня. Но, естественно, меня это задевало, поддевало, и я не понимала. Меня и это смотивировало. Это отчасти. У всех разные способы, но обычно нужно оттолкнуться от дна прям, чтобы начать что-то делать. Пойду на марафон ещё, чтобы был контент для сториз. Вот, Саша, девочка, у меня была на SMM-курсе, и сейчас девочки активно начали вести свой Инстаграм. Вот, знаете, все люди боятся вести сториз, боятся записывать разговорные сториз, думают, что это никому не будет интересно. Но факт того, что очень мало людей это делает, и в любом случае любая ваша тема откликнется. Вот, ну а просто нужно какой-то контент показывать. То есть в основном, допустим, если у вас 300-500 подписчиков, из них ваши трудяги с офиса, которые только видят работу, вот, я думаю, что им интересно было бы взглянуть на что-то другое. А если это будет тот человек, который вас знает, то у него априори к вам будет больше доверия, чем какому-либо блогеру, который будет вам рассказывать неважно что-нибудь. Вот, потому что мы знакомым доверяем больше, чем людям из интернета. Это факт. Вот, чем питаешь на диете? Не люблю диеты, не хочу, не хочу говорить о диетах. Сейчас сижу на интервальном голодании, я не назову это диетой, на нём можно просидеть, мне кажется, всю жизнь. Интервальное голодание, это кушаешь... Сейчас скажу, сколько часов. Короче, 16 часов ты не ешь, и получается 8 часов ты ешь. То есть, допустим, ты проснулась в 8 утра, в 9 утра поела, позавтракала, там поела ещё часов в 12, ещё в 2-3 часа дня, и всё, и потом не ешь. Всё. Ну, естественно, нужно ограничить себя от шоколадок, от круассанов, от сахара. Но на марафоне я буду учить чуть-чуть по-другому, потому что, когда мы худеем, нам нужна всё-таки дисциплина, поэтому будем говорить о другом. Оля, что насчёт крипты? Вы же были в этой теме как-то. Да, я купила... Процент питания входит в курс, да. Оля, а что насчёт крипты? Я... да, кто знает, кто нет, кто был подписан, кто нет. Я как-то купила обучение по криптовалюте за 100 тысяч рублей. Вот. Но... В крипте вообще, в принципе, есть долгосрочная инвестиция, либо краткосрочная. Но краткосрочная, вот, допустим, если долгосрочная, биткоин стоит, допустим, 20 тысяч долларов. Вы понимаете, что он на дне. То есть всё, меньше он стоить не будет, но он вырастет. Вы вкладываете, например, туда 100 тысяч рублей. Биткоин там за полгода вырастает до 60 тысяч долларов. И вы получаете, утраиваете свою сумму за полгода. То есть за полгода ваши 100 тысяч превращаются в 300 тысяч. Вот. А есть краткосрочный заработок. То есть каждый день. Например, сегодня, вот я проснулась, биткоин стоит 20 тысяч долларов. Вот. Но он, например, вырастет или вырастет до 20 тысяч долларов и плюс 300 долларов. Вот. Вы можете купить за 20 тысяч долларов в этот день на какую-то сумму, возьмём это, 5 тысяч рублей, и продать его, Наталья Сергеевна, спасибо, и продать его, когда он будет стоить 20 тысяч 300 долларов. Вот. И поиметь там, допустим, со своих 5 тысяч, сейчас только не посчитаю, ну, допустим, рублей 700-800. Вот. И так бесконечно сидеть и делать сделки. Но как вы можете заработать, так вы можете и проиграть. всё. Ой, проиграть. Вы поняли. Вот. И это огромный удар на нервную систему. Ну, то есть, прям надо сидеть и задрачиваться. Можно огромные деньги на этом поднимать, но я поняла, что я не готова поставить на кон свою нервную систему и просто ей так рисковать. Поэтому это не моё. Это трейдинг. Вот. Я покупала обучение по трейдингу. Верно. Я просто занималась трейдингом на этой, господи, сейчас скажу, как называть. Я уже даже забыла, прикинь. Фьючерсы. Вот. Фьючерсы – это очень дейсковая тема, но оказалось, я азартным человеком в этом плане. Я занимаюсь боксом. Можно ли всё равно участвовать в марафоне? Конечно. Это ещё лучше даже, потому что я вообще, когда ходила на бокс и соблюдала питание, я так хорошо сушилась, потому что на боксе уходит очень хорошо жировая прослойка, и ты зажигаешь за одну тренировку 600-700 калорий. То есть столько же, сколько ты сожжёшь за час бега. Только при всём при этом у тебя ещё работают все мелкие мышцы, и ты подчёркиваешь свой рельеф. На проекте ко многим приезжали близкие, к тебе приехал парень. После того, как он уехал, вы начали встречаться, или как это было? Он приехал, вы поговорили на проекте. Да, я ещё будучи на проекте, когда мама приезжала на родительскую неделю, я ему позвонила, рассказала об этом. Мы решили, что когда я выйду за пределы проекта, мы с ним ещё что-то попробуем. я вышла, у нас не получилось. И вот я здесь. Мы до сих пор общаемся, мы до этого находились в дружеских отношениях очень долго. Надеюсь, больше никто ни на кого обид не держит. Слишком тяжёлое такое было расставание. при этом в крипте 99% мошенников говорят, да, там очень много скама. Какие-то проекты специально создают и скамят. Оль, можешь на пряди бить ухо, пожалуйста. Нет. А можно присоединиться на реальную тренировку к тебе в Таиланде? Кстати, я думала об этом, да, чтобы ко мне девчонки в Таиланде приходили. И, кстати, много ж кто не любит бегать, и я всегда объясняю, что я тоже не любила бегать. Но год назад я не представляла, как я побегу. И вот прям буду бегать с кайфом. И ко мне девчонки с моего марафона тоже мне писали о том, что я не смогу никогда побежать. И я говорю, приезжайте ко мне в парк, мы побежим. И они приезжали в парк и не бежали. Ну, то есть, они начинали бегать. И вот Варя у меня теперь жить не может без бега. Она говорит, я не могу, блядь, жду ясну, хочу бежать. Девочка, Софа у меня была на марафоне, она тоже говорит, как бегать, как бегать. Начала бегать, сейчас я смотрю, она марафоны какие-то бежит. Ну, то есть, большое количество километров. Поэтому в Таиланде, я думаю, с такими видами мы с удовольствием побегаем. Ты с бойцами UFC тренить будешь в Таиланде? Там у них спортлагерь как раз. Что за спортлагерь? Вы с Олей близняшки или двойняшки? Похоже, но разные. С Ларисой мы близняшки. Оль, какого числа марафона? Ориентируйтесь на середину, конец февраля. Продажи будут открыты примерно 11 февраля. Пусть прибегают к тебе в Таиланде. Вот кто в Таиланде? А, я же буду на Пангане. Там мало кого. Оль, ты все еще занимаешься медитацией? Я это делаю с перерывами. Когда я начинаю слишком часто медитировать, я начинаю становиться фанатиком. А я не хочу быть фанатиком нигде. Единственное, что мне нравится, фанатеть от бега. Это никак не причиняет мне вред. Я уже пробовала практики, когда я долго медитировала, я начинаю фанатеть по духовным практикам, по духовному развитию. Я не хочу уходить а-ля, знаете, в мышление секты. Поэтому иногда, да, мне это требуется, моей душе. Мне нужно, я прям могу месяц подряд медитировать каждый день, но тогда, когда мне нужно прям успокоить свои нервишки. Летом люблю в парке помедитировать. Рыдаю очень. Что делать, если болит колено? Начала заниматься групповыми тренировками. Наталья Сергеевна, спасибо. Групповые тренировки колена. Дело в том, что боль в колене может быть, в принципе, по разным причинам. Но вот девочки часто болят колени, суставы тазобедренные, потому что не уделяют должного внимания разминки. Вот перед тренировкой зачем вы делаете разминку? Чтобы разогреть суставы, для того, чтобы они были подготовлены к тем физическим нагрузкам, которые вы им даете. Поэтому всегда лучше начинать с маленьких весов, всегда нужно начинать с маленького расстояния бега, по чуть-чуть добавляя, потому что ваши суставы всё равно на ваши суставы идёт упор либо гантелей, либо во время бега идёт упор на суставы, несмотря на то, что включены мышцы. Поэтому добавлять по чуть-чуть. Почему выбрали Панган? Что ожидаете от поездки в Тай? Как я слышала, что Панган это, во-первых, тусовочный остров, во-вторых, вот мне девочка говорит, подружка, с которой мы летим, она говорит, что на Пангане всё происходит само по себе, то есть все желания твои услышаны, вот как на Бали, почему все летят, да, там очень красиво, при этом спокойно, да, можно найти места уединения для того, чтобы опять же помедитировать, уйти в себя, вот. Я вообще в принципе не хочу загадывать, это будет мой первый полёт за пределы России, мне все говорят, да ну нахуй, ты первый раз летишь и в Тай, я такая, да, и все такие, бля, завидую, это знаете, какое-то стереть себе память и посмотреть какой-то фильм, вот, я очень хочу настроиться, очень хочу не ссориться там с Крис, либо на минимальном ссориться, находить компромиссы друг с другом и, и вот, мне Крис говорит, Оля, вот мы вчера разговаривали, я же деньги когда отложила, у меня деньги были на брекеты, вот, а Крис говорит, мне хочу в Тай, полетели в Тай, и я говорю, ну ладно, давай полетели, вот, и мы, я же сколько, сто тысяч, сколько там получилось, у нас нет, сто двадцать тысяч стоило, билет на самолет и отель, вот, я когда достала, их отдала, на брекеты уже, естественно, не хватило, и у меня там еще какая-то покупка была, я решила потратить, вот, и вчера я говорю Крис, я говорю, все, хватит, нерациональных покупок больше не будет, она говорит, Таиланд, это самая рациональная покупка, которую ты могла совершить, я говорю, почему, она говорит, ты поймешь, когда ты вернешься из Таиланда, тебе эти деньги все приумножатся, и ты поставишь себе и брекеты, и виниры, и все, что захочешь, потому что, вот, говорят, что когда ты летишь в отпуск, ты понимаешь, для чего ты начинаешь работать, вообще, для чего точнее ты работаешь, и начинаешь работать больше, поэтому будем надеяться, что все окупится, приходите на марафон, окупите, окупите мою поездку, я богатый, ну, пожалуйста, купи мерч, жду влоги с Таиланда, мне бы вот этот смонтировать, новогодний влог, Олечка, привет, тебя очень приятно слушать, хочу пожелать тебе всего самого лучшего, так радостно было видеть вас в Карелии, вы с Крис лучшие, спасибо большое, дай-ка загляну, кто там, не вижу, вижу симпатичная девочка, боже, вас только ждут эмоций в Таиланде, Оля, это того стоит, но эмоции накрывают разные в отношениях, все выходит наружу, но это мощная перезагрузка, не жалей, брекеты успеешь, а я не буду ставить брекеты, кстати, мне это все-таки, мне это невыгодно, потому что у меня, короче, стоит 6 керамических накладок, кто не понимает, что это, это коронка, но из керамики, то есть она ставится почти на всю жизнь, но с брекетами мои зубы начнут двигаться, а у меня почти все зубы либо нарощенные, где-то пломбы, где-то реставрация, где-то накладки, вот, и когда будет движение зубов, скорее всего, накладки отвалятся, и пломбы тоже поразваливаются, потому что у меня их одна на одной, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, короче, вот, мне придется еще, ну, помимо 350, или сколько, 300 тысяч, мне сказали, за брекеты, отдавать за реставрацию зубов, то есть полмиллиона, а так я могу полмиллиона просто потратить на виниры, потому что стоматолог мне сказал, что критической проблемы с прикусом у меня нет, Альбина Александровна, спасибо большое, поэтому будем копить на виниры, губа проколота, или просто на губу надеваешь проколота, на кого училась в университете, не зашла, не дошла я в университет, мы с Ларисой доучились до 9 класса, потом пошли в колледж, я пошла учиться на бухгалтера и экономику, потому что ничего другого я не придумала, это так стандартно, куда шли все, Лариса пошла учиться в педагогический колледж, на преподавателя начальных классов, она хотела быть переводчиком иностранных языков, а Лариса подралась на третьем месяце с старшеклассницей, нас выгнали, точнее, Ларису выгнали, я ушла за ней, дальше мы закончили 10-11 класс, пошли опять в мой колледж по экономике, и потом меня посадили, и все, на этом мы прекратили обучение, и на данный момент в жизни я понимаю, что в принципе не обязательно тратить 5-6 лет своей жизни для того, чтобы чему-то научиться, я не говорю о каких-то супер серьезных профессиях, медицина, полиция, что там у нас еще, ну, в общем, такие профессии, которые обязывают компетентность и больших лет образования. я думаю, что очень многого можно научиться на курсах, например, курс по СММ, приходите, учитесь, зарабатывайте. можно было еще на юриста пойти, права качать. нет, это не для меня, я больше творческий человек, вижу себя в чем-то неординарном и в мотивационном. Не жалеешь о татуе с Ларисой? Я набила татуировку с Ларисой для того, чтобы не пожалеть о ней никогда, поэтому нет. Сколько будет еще эфира? Вот у меня тут наверху ко мне стучится строчка серого цвета и говорит, что у меня остается полторы минуты, поэтому я с вами уже попрощаюсь, пойду наконец-то дотренируюсь, искупаюсь и пойду ложиться Крис смотреть сериалы. Поэтому, девчонки, спасибо большое всем, кто пришел ко мне, я собиралась к вам на меньшее количество времени, но мне было приятно пообщаться. Пока, я думаю, что на днях мы с вами еще увидимся в эфирах, я еще вам что-нибудь расскажу, а вы мне что-нибудь поспрашивайте. Доброй ночи.